Доброе утро! Есть такая шутка. Сам себе психолог это как сам себе стоматолог. Больно, неудобно и чревато осложнений. И тем не менее разные книги и статьи в журналах, тесты уверяют нас, что мы можем сами себе помочь. А вот каким образом это сделать, обсудим с экспертом-психологом в нашей студии Натальей Музыченко. Наталья, доброе утро! Здравствуйте! Сам себе психолог, психология для чайников. Такие книги появляются издания, курсы в интернете. Неужели человек может помочь себе сам без специалиста в области психологии? Я хотела бы сразу, наверное, обозначить такой момент, что даже если брать в разрезе работы с психологом, вы в любом случае с ним не на всю жизнь. Если вы с психологом работаете всю жизнь, значит работа пошла не очень хорошо. И даже работая с психологом, спустя время вы получаете какие-то техники, способы работать своими эмоциями, и потом вы уже работаете сами с собой. Мне кажется, важным обозначить вообще вот этот вот миф или правда, что всем нужен психолог, потому что нет, не всем нужен психолог. И второй момент я хотела бы обозначить, кому очень важно обратиться к психологу. Так, начнем, наверное, с того, всем ли нужен психолог, правда или нет. Нет, не всем. Я часто встречаю людей, которые считают, что им не нужен психолог, а им нужен психолог, и из-за этого страдают их близкие. Но будем честны, что если человек не собирается в терапии работать, если человек не собирается выполнять техники, различные упражнения, которые ему дают, то терапия пройдет безуспешно. И плюс еще и в человек уйдет сопротивление. Как вообще понять, что тебе нужен психолог? Если человек находится в травме, и он понимает, что он не справляется самостоятельно, когда у человека тревожные мысли и постоянные навязчивые мысли, и он понимает, что в повседневной жизни он уже не справляется с этим. Когда произошел кризис, то есть по-старому нельзя, по-новому он еще не понимает, как. В эти моменты все-таки лучше обратиться к психологу. Особенно, если у человека начинаются мысли, что его жизнь бесполезна, что он не знает, как дальше жить, в такие моменты точно нужно обращаться к психологу. Если же вы хотите волшебную таблетку, пилюлю, которую вам дадут, но сами работать не собираетесь, или если вы хотите изменить своего друга, родственника, кого угодно, это не к психологу. Но все же мы говорим сегодня про самопомощь. А вот в каких ситуациях человек действительно психологически может помочь себе сам? На примерах. Когда у человека повышается очень сильно тревожность, например, мне было тревожно идти сниматься. И когда я ехала, то я использовала парную мышечную релаксацию. То есть я расслабляла, поочередно напрягала и расслабляла руки. И мозг переключается на физические действия, и мне стало намного спокойнее. А вот давайте покажем, как это работает. То есть прямо кулачки так сжимаешь? Смотрите, я вдыхаю, и в это время очень сильно сжимаю ручки. У меня даже ногти вот здесь отпечатываются. Напрягаюсь, пару секунд держусь, и после этого я говорю себе, расслабься. И в это время расслабляю ручки. Это парная мышечная релаксация из диалектико-поведенческой терапии. И так я повторяю примерно 5-6 раз. Давайте вместе. Да, особенно не повторяйте, если вы за рулем. Держите ручки. Ну так, дыхайте. Сильно можно, чтобы без кровавых ран. Ну нет, нет, тут более всего делать не надо. Но с этой техникой мы разобрались, давайте перейдем дальше, чтобы успеть как можно больше техник рассказать. Давайте я вам расскажу тогда про технику, которую я советую всем, вне зависимости от того, есть у вас психологические проблемы или нет. Это дневник мыслей и эмоций. Загуглите, в интернете очень много вариантов, любой из них вам подойдет. Но я предлагаю всем клиентам обычно такой вариант. Вы расчерчиваете, и в первом столбике вы пишете время и день. Это очень важно, потому что очень часто бывает такое, что определенные паттерны поведения, например, на работе чаще всего, и потом вы это проследите, что именно на работе я злой или злая. А вторая колонка – это мои эмоции. Эмоции ставим обязательно процент, потому что очень важно, вы на 5% злой или вы на 55% злой. Дальше – это ситуация. Вы рассказываете ситуацию во всех подробностях. Мои действия и мои физические ощущения. Потому что я, например, на себе заметила, что когда я злюсь, у меня очень болят лопатки. Ну, я раньше думала, что у меня просто болят лопатки. И потом, спустя время, вы просматриваете этот дневник, в моменте очень часто человек просто не замечает своих каких-то особенностей. А когда спустя время он его просматривает, он может заметить какие-то паттерны поведения или какие-то эмоции и даже мысли, которые человек не замечал. Например, я глупая или там, что я сказанула такое, что это был за бред, а мысли-то все равно влияют. Человек, допустим, понял, мозг вроде как у нас у всех работает хорошо. Я тревожусь из-за этого. Вот меня не устраивает в моей жизни это. А насколько это поможет решить на самом деле проблему? Может, это и не поможет решить проблему, но это точно поможет обратить внимание на те моменты, на которые человек, в силу того, что его жизнь очень быстрая и скоротечная, не обращает внимания. А вот с тревожностью нужно брать коробку тревожностей. Я вам сейчас расскажу про эту коробку. Это очень классное упражнение, про которое я узнала и обесценила его, и все это было зря, потому что спустя время я поняла, что это очень крутое упражнение. Вам нужна коробка, любая, даже из-под обуви. И это будет коробка, когда вы будете складывать все свои тревоги. Запишите туда основные мысли, которые вас тревожат. У меня ничего не получится, я никогда ничего не добьюсь, я страшная и так далее. И когда вы запишите эти мысли, складывайте их и со своим мозгом договариваемся. Сегодня в 8 часов вечера мы будем тревожиться ровно 40 минут. Меньше 30 минут не давайте, потому что вы посчитайте, сколько вы за день тревожитесь. Там все несколько часов наберется. И вы договоритесь с мозгом, что мы сегодня будем тревожиться с 8 до 8.40. Не обманываем мозг, он за это отомстит. Если вы пообещали в 8, то никаких обманок, что там в 9. Все, в 8 мы тревожимся. Открываем эту коробку и просматриваем каждую из мыслей. Плачем, кричим, орем, все что угодно и тревожимся за это. Если приходят в течение дня эти мысли, записываем их и говорим, в 8 часов мы будем тревожиться. И как только эта мысль становится неактуальной, например, там, сначала я плакала над этой мыслью, а сейчас мне вообще на нее все равно. Мы ее убираем и докладываем новую. Поэтому можно, видите, все делать по времени, потому что все мы эмоции испытываем одинаковые. Самое главное, сколько мы их испытываем в процентном соотношении. И вообще понимаем мы, что с нашей жизнью происходит или нет. А вот такие техники могут в этом помочь. Да, наверняка не сразу, не из первого же раза, но вы попробуйте, а вдруг. Наталья, спасибо большое, что заглянули сегодня к нам в студию. Мы напомним, что этим утром в нашей студии была психолог Наталья Музыченко. Хорошего дня. Спасибо вам тоже.